В условиях автократии основное разделение политическое проходит не по линии вы за высокие налоги или вы за низкие налоги. У нас не доходит до обсуждения таких вопросов. А оно проходит по линии одобрения или неодобрения, удушающей тирании. И в результате численным, так сказать, преимуществом Израиль будет сметен. Они тоже могут быть поклонниками теории Николая Полтановича Патрушева, который не единственный ее автор, о том, что Запад каким-то образом вообще ослабевает. Их тоже могло вдохновить, ну, скажем, то, что произошло в Афганистане с уходом Соединенных Штатов. Вот смотрите, как американцы ведут себя со своими союзниками. Они ушли из Афганистана, бросили всех тех, кого они там выращивали 20 лет. Они уйдут и из Израиля, они бросят и Израиль. То есть вот это выражение, что ну кто же будет себе стрелять в ногу, мы видим, что стреляют... Любителей достаточно. Вот пока наш с вами стреляющий в ногу власть сохраняет, значит, все его действия были абсолютно рациональными в его собственных терминах. Студенты отдельные отлично могут поехать в Европу и в Соединенные Штаты. Эти пути не закрыты. Поэтому, пожалуйста, если у вашего ректора, так сказать, жизнь его пожилая закончилась, не знаю, сколько ему лет, то не надо, пожалуйста, вместе с ним сходить в могилку. Пусть он в свою могилку ходит индивидуальным порядком. А вы подумайте, пожалуйста, о себе. Полтора года, три войны. Как можно в этой ситуации оценить прогностические способности социально-политических наук? обсуждаем с политологом Екатериной Шульмана. Очевидно, это не последняя война на нашем веку, но, значит, и конец истории не наступит, считает Екатерина. Здравствуйте, Екатерина. Рады видеть вас у нас в программе. Полтора года, почти, наверное, уже скоро будет два. Мы живем в условиях войны. Причем количество этих войн нарастает. Война в Украине. Проходит время Карабах, Азербайджан. Теперь Палестина, Израиль. Война каждый раз, каждое начало этой войны является совершенно неожиданным не только для жителей этих стран, но и при этом удивляет, что реакция социально-политических специалистов, ученых, которые изучали в частности, например, и специалистов по Russian Studies. Такое по реакции кажется, что научное сообщество оказывалось не готово к таким событиям. Отсюда у меня возникает вопрос. Как вы оцениваете вот за последние полтора-два года предсказательную силу и способность социально-политических наук в современных стадиях развития? Вы совершенно правы. Прогностическая функция – одна из функций науки. Не единственная, давайте заметим, но та, которая пользуется, конечно, наибольшим спросом. Устроены так люди, желают знать, что будет. И от общественных наук этого тоже чрезвычайно ждут, причем ждут в самой, я бы сказала, примитивной линейной форме. Не просто предскажи направление развития, а предскажи событие, которое в русле этого направления произойдет. Со сроками, с именами, с точками, откуда готовится нападение. Ученые, social starists, те, кто занимаются сердцем на такое, но требования эти понятны. Запрос этот, в общем, ясен. И говорить, что отстаньте от меня мыши, я стратегию разрабатываю, как в известном анекдоте про дятлы и мышей, тоже будет не совсем суровидливо. У социальных наук прогностическая функция есть, но она выглядит следующим образом. Сейчас попробую описать. Поскольку мы имеем дело с социальным пространством и, соответственно, с социальными явлениями, которые в этом пространстве возникают, то в отличие от, а может быть, и не в отличие от мира точных наук и мира наук естественных, у нас люди, а наша единица – это человек, могут вести себя как угодно. Поэтому в нашем пространстве невозможно только то, что невозможно физически. Я обычно говорю, что в общественных науках твёрдый закон есть один – мёртвые не возвращаются. Вот этого пока не было, не наблюдалось. Всё остальное бывало, причём в любых сочетаниях. Примеры. Исторически можно привести любых общественных процессов и их сочетаний. Войны между соседями, мир между соседями. И гражданские войны, и отсутствие гражданских войн. Примирение после кровавых конфликтов и начало конфликта, казалось бы, на пустом месте без предварительной истории. Построение жесточайших диктатур, казалось бы, в тех социумах, которые не очень к этому приспособлены. И демократизация в тех местах, где до этого не было никаких демократических традиций. Нет такой дикости, которая не была бы чьим-то обычаем. Нет таких странных вещей, которые люди бы не делали и не считали это нормальным. От человеческих жертвоприношений до каннибализма и любые вариации между ними. Всё это когда-то и где-то было, где-то, может быть, и является обычаем, не преступлением, не перверсией, а вот тем, что люди делают открыто и считают, ещё раз повторю, правильным. Поэтому, когда мы пытаемся делать прогнозы, а мы всё-таки пытаемся, опять же, эту свою прогностическую функцию как-то реализовывать, то мы их можем делать в рамках своей научной добросовестности только в форме сценариев различной степени вероятности. То есть мы говорим, вот смотри, у нас есть какой-то социум или какой-то политический режим. Он вроде бы развивается вот в эту сторону. Дальше он может себя повести так, так и эдак. В хорошем прогнозе, ну, меньше трёх вариантов вообще быть не должно. Но, как вы понимаете, для заголовка газетного или медийного это не годится. И довольно мало народу понимает, что такое вероятность. Когда им говорят, вот это вероятнее этого, они слышат, случится это обязательно, а вот это не случится ни в коем случае. Ближе всего с этим сталкиваются люди, которые занимаются электоральным прогнозированием. Они говорят, там, 80% вероятности победы кандидата Х, 20% победы кандидата Y. Побеждает кандидат Y. Дальше к ним приходит благодарная публика и говорит, что же вы нам предсказывали-то? Вы же говорили, этот победит. Наш с вами электоральный статистик говорит, нет, я вам этого не обещал и вообще не предсказывал. Я сказала, тут 80%, тут 20%. Вот ваша вероятность 20% сыграла, 20% это не ноль. Публика продолжает быть недовольна. Возвращаясь к войне. Никакая война не является невероятным событием. Люди вообще воюют между собой. Такая у них, к сожалению, такая склонность у них есть. С веками они делают это реже. Несмотря на то, что нам кажется, что конфликтов стало больше, на самом деле статистически их стало меньше, жертв в каждом из них стало меньше. Но поскольку уровень информированности у нас выше и гуманистические стандарты все-таки стали более или менее общераспространенными, то внимание на это обращается больше. Поэтому кажется, что мир погряз во зле в большей степени, чем в каком-нибудь, не знаю, 17 веке, где в Европе промежуток период без войн за 100 лет составлял, по-моему, от 7 до 10 лет. А все остальное время все воевали. Мы очень мало осознаем, что до второй половины 20 века война была естественным и единственным модусом политической жизни государств. Все остальное было межвоенным периодом. Мы это знаем и мы это осознаем. Но штука заключается в том, что мы уже живем в том времени, и вот в нашем сознании современных людей, по крайней мере, там, будет цивилизация европейская, северноамериканская и так далее, и российская в том числе, к которой Россия тоже относится, уже в нашем сознании война не является абсолютной нормой жизни, как для людей 17 века, как вы совершенно справедливо сказали. Иначе сейчас такое количество народу в разных странах не испытывало бы дикий стресс от того, что происходит. Все-таки мы не реагируем на войну как на норму, и это очень сильно заметно. И мы не реагировали на это, и когда началась война в Украине, очень остро и тяжело воспринимались события в Карабахе, а уж события в Палестине и в Израиле, это тоже, можно сказать, добивает абсолютно там. Третий выстрел уже неконтрольный, а окончательный. И это говорит о том, что мы так к этому не относимся. И вот если мы все-таки перейдем, давайте пройдемся по каждой из этих войн. Почему это важно? Потому что я бы попросила вас оценить здесь роль России в этой войне. В каждой из этих войн роль России разная. Ну, в случае с Украиной, так сказать, Россия здесь развязала эту войну, да, она непосредственный актор. В случае с Карабахом, с Азербайджаном Россия сыграла существенную роль в том, чтобы события развивались так, а не иначе. Вопрос в палестинско-израильской войне, он тоже, вопрос с Россией подвисает в воздухе, и всех он очень интересует. Вот как бы вы это... Давайте пройдемся по каждому случаю отдельно. Давайте начнем все-таки с вторжения в Украину, потому что сложные вопросы международной политики я решать не возьмусь, как эта международная обстановка настолько осложнилась, что, говорить, они опасаются даже таксистам. Вот даже таксисты опасаются, а я уж тем более. Что мне здесь кажется важным сказать? Смотрите, вот возвращаясь немного на шаг назад, к нашей прогностической функции. Я была одной из тех моих коллег, которые считали полномасштабное вторжение не очень вероятным. И вплоть до последнего момента... Сценарий возможный, но маловероятный. Да, совершенно верно. Вплоть до последнего момента мне тоже казалось, как и, опять же, не мне одной, но и мне тоже, что это такие странные дипломатические упражнения, такое брецание оружием, игра мускулами, нечто подобное тому, что было в похожей ситуации в 21-м году, когда тоже были учения, тоже Россия концентрировала войска возле границы, и потом закончилась эта встреча в Женеве с Байденом. Вот мне казалось, что это какая-то вторая серия того же самого. Почему мы считали это самое вторжение не таким вероятным, как отсутствие вторжения? Не потому, что мы не хотели смотреть в глаза страшной правде. Мы основывались, по крайней мере, я основывалась совершенно точно, на некотором знании о том, как российская политическая система устроена, на что она способна, на что она не способна. Вот было известно, что она, в общем, во многом имитационная, что она стоит на пропаганде скорее, чем на массовом насилии, что она заточена на распределение ресурсов среди элиты. Это вот клиптократическая система, что это, в принципе, ресурсная автократия, цель которой сохранение власти и максимальная концентрация ресурсов в руках, так сказать, максимально узкой группы. Такая структура, такой режим, в общем, достаточно гибок и адаптивен и может довольно долго жить благодаря вот этим вот своим элементам частично рыночной экономики, некоторой конкуренции, если не в публичной политике, то в бюрократическом управлении. Некоторым таким элементом, ну, в миротократии это не назовешь, но сказать, что, например, на государственной службе у нас происходит отрицательная селекция, тоже нельзя. Там люди приходят, не худшие люди, работать и имеют побудительные мотивы для того, чтобы продвигаться внутри этой системы, тем самым обогащая ее своим трудом и своими способностями. Вот эта вот система много для чего хороша. Она вообще достаточно живуча, но вот именно для фронтальной большой войны с, скажем так, противником, который не в 10 раз тебя слабее, в отличие, например, от наших упражнений в Грузии в 2008 году или в 2014 году в Крыму, она не очень годится. Повторжение случилось, полномасштабная война началась. Выяснилось, что в своей оценке вероятности мы были неправы. Но в своей оценке системы ее способностей мы были правы. Дальше она воевала вот ровно так, как можно было ожидать от той системы, которую мы знали все эти годы. То есть не произошло такого, что вдруг раз на утро нам открылось, боже, вот она какая у нас страна-то на самом деле, а мы и не знали. Она вся та же, какой мы знали. И аппарат силовой, и общество. Вот то самое общество, которое по, так сказать, горьким слезам патриотического сегмента судя так плохо мобилизуется и воюет только за деньги, а при попытке его, так сказать, мобилизовать разбегается в разные стороны, это то самое, которое мы знали так хорошо. Конформистское, тоже во многом имитирующее все, что можно сымитировать, но не очень поддающееся тоталитарной трансформации. Тоталитарной трансформации не произошло здесь полтора года. Из этого не следует, что она не случится, но пока не произошла. То есть вот смотрите, при том, что все ждут от общественных наук угадываний, на самом деле для самого исследователя и для науки в целом полезнее анализировать свои неверные прогнозы, чем ходить гордиться тем, что угадал. Верная догадка может быть случайностью, а предпосылки, на основании которых ты делаешь выводы, даже если потом случилось не то, что ты считал вероятным, они тебе помогут в развитии своего понимания. То есть вы хотите сказать, что в данной ситуации, что, впрочем, для многих наук история ошибок почти в любой науке, она играет колоссальную роль в ее развитии в этой области, по крайней мере, уж точно не меньшую, чем история успехов или история каких-то новых результатов, когда ты получаешь. Да, действительно, в отличие от физики, математики или химии, когда вы ошиблись, вы, я говорю сейчас прямо, знаете, предъявляем вам претензии, когда люди, которые занимаются, изучают общество, когда они ошибаются или говорят, что вот этот сценарий был менее вероятен, он совершенно там, не знаю, ставили мы на него 20%, оказалось вот так. Эти ошибки ужасно болезненно воспринимаются всеми, кто так или иначе вовлечен, значит, в этот ужасный результат. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь все-таки к событиям трем подряд, потому что и в случае с тем, что многолетняя история Карабахского конфликта, который длился десятилетиями, никто не мог предсказать и предвидеть, что буквально за неделю республика Арцах вообще перестанет существовать, что не будет. То есть вот люди просто покинули, правительство Арцаха сдаст территорию, и все, нет такого больше явления, а мы уже с вами десятилетиями привыкли, что вот эта вот такая болезненная точка на карте нашего бывшего Советского Союза, что она все время болела и болела, и горела, и горела, и казалось, конца и края. Ну, там, судя по всему, и сейчас ничего не закончилось. Я не очень этим регионом занимаюсь, не все мне там понятно, но мне кажется, там аппетит во время еды и приходит. Ну, тем не менее, люди покинули, население покинуло, это беженцы, и самого такого образования, такого как бы квази-государственного, больше нет. Вот это факт. И то есть этот перелом наступил. Такой же совершенно не менее неожиданный получилась война в Израиле, которую никто не ожидал. И люди, которые анализировали ситуацию в Израиле вовне, и те, которые жили внутри Израиля, все исходили из того, что самый вероятный сценарий это то, что не нужно сектору газа никакой войны, и хамасу она не нужна, потому что для них это вопрос экономический, и это абсолютно иррациональное нападение, это такой выстрел себе в ногу. В случае, как мы, наверное, с вами много раз слышали, что и Путин не может себе выстрелить в ногу, когда он войдет, начнет полномасштабную войну в Украине. То есть вот это выражение, что ну кто же будет себе стрелять в ногу, мы видим, что, знаете, стреляют... Любители достаточно. Любители достаточно регулярно. А потому что мы с вами тут употребляем рациональность и иррациональность в бытовом смысле этих терминов, а не в научном. Ну, смотрите, рациональный актор у нас, это кто? Вот там, веберовская рациональная бюрократия или вообще рациональный актор в политике. Воспринимается это рациональный, как разумный, как мы в быту говорим, да, рациональность решения, это не просто разумное, а еще и такое, которое придет к успеху. То есть мы эту рациональность немножко задним числом описываем, если что-то не получилось, мы говорим, это было иррационально. В науке у нас рациональный актор это тот, чьи действия направлены на достижение цели. То есть не являются спонтанными, внезапными, эмоционально обусловленными, а направленными на какую-то цель. Эта цель может быть ненужной нашему актору. Более того, он своими действиями может не приближать, а отдалять ее. Может, он идиот. Это бывает очень часто, но это не делает его иррациональным. Я вот очень пытаюсь бороться всячески против, как это, стерматизации психических расстройств. Против того, чтобы политических акторов называть безумными, приписывать им какие-то заболевания и тем самым объяснять их действия. Отлично они рациональны. Значит, в случае с автократами вообще все чрезвычайно просто. В случае с Хамасом несколько посложнее ситуация, но про этих я мало что знаю. В случае с автократией все абсолютно прозрачно. Цель существования и смысл любого действия авторитарного режима это сохранение власти. Вот пока наш с вами стреляющий в ногу власть сохраняет, значит, все его действия были абсолютно рациональными в его собственных терминах. Мы можем сказать, он бы и без выстрела в ногу сохранил бы власть, но это нам так кажется, а ему кажется по-другому. И может быть, он прав. И задним числом, если он выяснится, что вот этой войной он себе купил еще сколько-то лет жизни своего режима, который без этого пал бы жертвой, например, смены поколений и естественных мобилизационных процессов, и просто, скажем так, был бы поглощен свободным миром, чего, собственно, они в открытую и опасаются, это декларируется. Может быть, в этом есть своя логика. Тогда это война, которая отделила так прочно Россию от остального мира, которая по неволе привязала оставшихся в стране граждан к их власти, не давая им никаких альтернатив. И, сделав невозможным любой протест, может быть, это продлило им жизнь. Тогда этот шаг, еще раз повторю, был абсолютно рациональным, чем не только с нашей политологической, но и с общей бытовой точки зрения. А в случае с Хамасом, еще раз повторю, ситуация посложнее, потому что их просто всех поубивают, и это уже практически произошло. Но можно себе более-менее представить, что они такого хотели. Они могли хотеть, совершив яркую террористическую акцию, вызвать ответную реакцию Израиля, которая, в свою очередь, вовлечет в войну новых участников. Вот схема мировой войны такая. То есть, пожарший, большой пожар. Совершенно верно. На горе всем буржуям, мировой пожар раздуем. И таким образом, они, пожертвовав теми, кем они привыкли жертвовать, то есть, своими собственными жителями, добьются своей конечной цели уничтожения израильского государства. Примитивно говоря, в войну вступит Иран, в войну вступит Хизбалла, другие арабские государства не смогут не присоединиться, в общем, то, что мы тут с вами описываем, это ровный рецепт мировой революции. И в результате, численным, так сказать, преимуществом, Израиль будет сметен. Они тоже могут быть поклонниками теории Николая Полтоновича Патрушева, которая не единственная ее автор, о том, что Запад каким-то образом вообще ослабевает. Их тоже могло вдохновить, ну, скажем, то, что произошло в Афганистане, соответственно, с уходом Соединенных Штатов. Вот смотрите, как американцы ведут себя со своими союзниками. Они ушли из Афганистана, бросили всех тех, кого они там выращивали 20 лет, они уйдут из Израиля, они бросят Израиль. А там Трамп придет, надежда всех террористов в обитаемой вселенной, и совсем будет хорошо. Этот план может нам казаться, скажем так, основанным на сразу нескольких предпосылках, которые могут не случиться, и, судя по всему, и не случились. Опять же, в присутствии жителей Израиля так не скажешь, но, кажется, вся эта хамасовская схема не сыграла, не получилось ничего. Никакой арабской солидарности не проявилось, никакой Иран в войну не вступает, и Хизбалла в войну тоже не вступает, а размахивание флагами на кампусах американских университетов не помогает им ни в чем. Это не боеприпасы. Хотя это может способствовать приходу дополнительных денег из Европы и из США, а их можно конвертировать в боеприпасы, но все-таки это не то, чего они ожидали. Но сама по себе схема, опять же, не является невоплотимой физически, как и в случае с российским планом. Я разговаривала с военными аналитиками, в частности, с Майклом Коффманом Великим. Он, помню, мне сказал, что меня довольно поразило, это еще было в 1922 году, что вот этот план похода на Киев мог бы и сыграть. То есть он сам по себе безумен не был. Ну, грубо говоря, он не был основан на том, что люди вдруг там полетят, как птицы. Могло бы и получиться, если бы политическая система Украины была устроена так, как от нее ожидали, и Зеленский был бы тем человеком, каким его считали в Москве, если бы украинское общество было таким, как было написано в их аналитических записках. В принципе, все это могло бы и случиться. Доехали бы до Киева, там бы люди разбежались, свое население было бы так пассивно, как было пассивно население России во время Пригожинского мятежа. И почему бы и нет? Дальше вы занимаете административное здание, поднимаете новый флаг, а дальше все уже исходят из этой реальности. Ну да, и организуйте себе сопротивление во Львове, будет у вас правительство в изгнании. На Западной Украине это и было норм. То есть, еще раз повторю, ничего безумного, психопатического, ничего бредового в этом нет. Это не получилось. Могло бы получиться, получилось бы, мы бы сказали, что это был плод стратегического гения, выдающегося. Тут, к сожалению, ее оценки даются в основном задним числом. Вы сейчас говорили о том плане, который у российской власти очевидно был. Судя по всему, был. Да, судя по всему, он был и отчасти он сработал. Это вопрос изоляции России от большой земли, от остального мира. Нужно остановить время спять, то есть, просто нужно остановить время. Чтобы его остановить, нужно построить некоторую стену. Отчасти ему тут удалось. Особенно ощутимо, мне кажется, эта стена в разных секторах построена, в каких-то нет, а в каких-то прям сильные, в частности, вот, например, в науке. В науке удалось, российскую науку удалось довольно успешно изолировать, причем вторая часть, западные государства... Тут в четыре руки. Да, здесь все играли в четыре руки. Что вы думаете о той попытке, которая со стороны российской власти, очевидно, удалась, науку стараются российскую изолировать, по крайней мере, от западной. Полностью переориентация на восток, вот, но, с другой стороны, вот решение западных политиков тоже, так сказать, с российской наукой не вступать ни в какие институциональные отношения, а на самом деле, де-факто, и частные отношения тоже очень тяжелые. То есть, если у вас есть сообщение о том, что мы с этими университетами не работаем, то с конкретным профессором конкретного университета работать все тяжелее и тяжелее, и публиковать его тяжелее, и так далее. Что вы об этом думаете? Плохо, но объяснимо. Объяснить это легко. Это почти неизбежное следствие войны. То, что это ужасно совершенно для российской науки, я думаю, это всем очевидно. Никаких национальных наук отдельных не бывает. Бывают национальные научные школы, но наука международна по своей природе. Вот это вот наша Republic of Letters, республика, буквы республика. Ученых, как она сформировалась в Европе, считают, что в 17 веке, на самом деле, пораньше, когда люди говорили на одном языке, сначала это была латынь, потом французский, потом немецкий, кстати, был языком науки, потом английский, переписывались друг с другом, встречались, образовывали академии, основывали издания, и это было международное сообщество, еще раз повторяю, международно по своей природе, потому что мысль человеческая границ не знает. И изоляция здесь это путь в небытие. Это, в общем, всем более-менее понятно. Язык немецкий, мы с вами упомянули, который был языком международной науки, в особенности в социальных науках моих. Вот все наши, значительная часть наших, так сказать, отцов, людей, которые создавали фундамент общественного знания, от Маркса до Вебера. Создавали его на немецком языке. Да, это были немцы, и немецкие университеты были первыми университетами в мире. С мотиватиками, физиками. Я про это просто меньше знаю, но охотно верю. Вот немецкие университеты были образцом для всех прочего. А потом пришел Гитлер, раз, два, три, и все это закончилось и не вернулось. Вот что такое, не просто изоляция, а изоляция, помноженная на репрессии внутри. Ведь, понимаете, это же... Да, но что с двух сторон работает. Ну, сейчас-то ситуация уникальна тем, что, пожалуй, только люди внутри науки это осознают, а вот те, кто находятся по одну сторону границы, и те, кто находятся по другую сторону границы, делают все, чтобы именно так случилось. То есть, только сами ученые понимают, к чему это ведет, все остальные ведут себя так, как будто действительно хотят угробить науку изо всех сил. Причем, ну, с двух сторон. Вот как вы думаете, можно ли это доносить в западных странах, в политических... То есть, политикам западных стран, что это... Возможно ли такие вещи лоббировать? Или сейчас в силу того, что война идет, это настолько не... Настолько неважный этот вопрос, да, там, шестого ряда, что вряд ли кто-то будет переживать по этому поводу? Ну, слушайте, кому шестого, кому и первого, у всех своя система приоритетов. Смотрите, давайте отметим вот что. Программы помощи ученым существуют. И существуют программы по предоставлению виз и всякого рода убежищ для людей, которые из России хотят уехать и при этом заниматься наукой. Давайте мы это отметим, чтобы ситуация не выглядела такой, какой ее рисуют российские официозные СМИ. Разговоры о тотальном канцелинге во многом преувеличивают индивидуальные случаи. Индивидуальным случаям не легче от того, что они, так сказать, отдельные, но, тем не менее, нельзя сказать, что это прямо вот чья-то государственная официальная политика, которая состоит в том, чтобы не иметь вообще никаких контактов с, скажем так, людьми из России и людьми из российской науки. Что невозможно, пока идет война, это институциональное сотрудничество. Оно невозможно, и тут, я боюсь, никаким способом это не поменяешь. Понятно, что, когда ректоров вузов заставляли подписывать вот это про военное письмо, что-то такое имели в виду, ну, и оно вполне получилось на эти учреждения. Накладываются санкции, и пока война не выйдет из острой фазы хотя бы, мы с этим ничего особенно не сделаем. Но на уровне индивидуального обмена это можно, по крайней мере, можно об этом говорить, можно стремиться к тому, чтобы исправить эту ситуацию. И что еще можно и нужно пытаться изменить, это отсутствие информационного обмена. То, что базы публикаций недоступны из России, это наказывает студентов и исследователей. Трудно себе представить, что они из J-Store скачают чего-то, что поможет им дрон свинтить более эффективный, чем они свинтят его и так. А тут я не думаю, что одно к другому имеет какое-то отношение. Запрет на публикацию книг в России, и, скажем, переводы. Во-первых, это пощает пиратство, во-вторых, это отрезает людей от того знания, которое им совершенно необходимо, чтобы чувствовать себя частью цивилизованного человечества, а не какими-то изгоями, которые, значит, в лесу живут, помолятся, и в качестве максимального маяка знаний у них вот Китай. Спасибо большое. Так что вот это, это однозначно, скажем так, щепки, которые полетели, потому что лес рубят, и тут можно изменить ситуацию силами тех, кто находится вне России. Но на это можно и нужно раздействовать. Да, можно работать, да. То есть важно отделять то, что не поменяешь, пока идет война, и не биться стену головой и тратить свои усилия впустую от того, с чем можно бороться, и тогда можно свои ресурсы канализировать туда. Вы до войны, когда, до того, как вы погинули Россию, вы работали в самом крупном вузе России. Немногие знают, что это на самом деле не вышка и не МГУ. Вышка вообще маленькая. Да, и не МГУ, хотя у МГУ тоже было много филиалов, но, тем не менее, это именно Ранхикс. Ранхикс по количеству студентов, это был самый массовый вуз страны, учитывая... Волны крупнейший вуз в Европе. Может быть, да, и по количеству... Именно по поголовью обучаемых мы не имеем в себе равных. Совершенно верно. Общаетесь ли вы с коллегами, со своими бывшими, и поддерживаете ли вы с ними связи? Помогаете ли вы ему как-то информационно? Как у вас это устроено? Может, это они мне помогают информационно? Может быть. Да, общаюсь, конечно. Тут надо сказать, что никто никуда не делся. Многие уехали. Мои коллеги, мои бывшие студенты не в России. Это все довольно душераздирающе, скажем так, потому что многие из этих людей уже успели вырасти до того, чтобы самим быть преподавателями. На них много чего держалось, и это такой довольно тотальный погром. Ранхикс в мирное время был устроен и во многом сейчас устроен своеобразно. Это действительно гигантский совершенно конгломерат довольно мало связанных между собой вузов. Во-первых, есть, так сказать, Ранхикс федеральный в Москве и есть филиалы, про которые, опять же, мало кто знает, чем там на самом деле кто занимается. То есть их связь с головным офисом довольно смутная. Внутри центрального Ранхикс все строится на различных институтах, которые, опять же, друг от друга отличаются радикальнейшим образом. Ну, скажем, вот то, с чем Ранхикс наиболее ассоциируется, губернаторские курсы, вообще обучение чиновников, предоставление не первого высшего образования, а второго, скажем, повышение квалификации, всякого рода курсы. Подготовка руководителей всех типов для страны. Совершенно верно. Это институт государственного и муниципального управления в основном. Есть другие еще такие же, так сказать, похожие институты, которые вот концентрируются на этом. То, где я работала, это институт общественных наук, который возглавлял Сергей Эдуардович Зуев, который находится на свободе. Он же ректор Шаненки. Он же бывший ректор Шаненки. Теперь эти два учреждения, так сказать, разведены. Кадрово и организационно были они близки в мирное время. Но Сергей Эдуардович, если я не ошибаюсь, работает чем-то вроде научного консультанта при нынешнем ректоре. Так что там, так сказать, погром оставил какую-то, так сказать, трубу в хате. И четыре стены у нас еще остались. В ИОНе более-менее дела обстоят, ну, скажем так, не катастрофически. Но Академия велика, чрезвычайно. Поэтому, когда там начинаются какие-то казачьи курсы или обучение полицейских работе в интернете, то меня обычно спрашивают, еще двойные спрашивали, типа, а как же вы, Екатерина Михайловна, допускаете такое обезобразие, как будто я там какую-то административную должность занимаю. Я на это всегда говорила, что и соответствовала действительности, что много всего там. В принципе, конечно, это схема своеобразная. Она соответствует вот общей авторитарной политике создания так называемых карманов эффективности. Есть у нас такой термин, pockets of effectiveness. Смотрите, это когда авторитарная система в целом неэффективная. Когда ей что-то надо вот на каком-то узком участке либо впечатление произвести, либо достичь какого-то результата, она огораживает такой участок, который она обязуется защищать от самой себя. Вот примеры карманов эффективности, это высшая школа экономики, Сколково, например. А всякого рода вот эти особые экономические зоны, ну, в некоторой степени карман эффективности, это ЦБ. Это типичная авторитарная политика. Она всегда заканчивается ничем, потому что давление воды на вот эту вот маленькую подводную лодочку, которую система сама создала, и внутри которой она обещает не быть самой собой, давление раздавит ее, как скорлупку. Какое-то время это длится. Потом это вспоминается, как золотой век. Сейчас так вспоминают про вышку, опять же, вот был их времен. При Ярославе Ивановиче то порядок был. Там много чего было при Ярославе Ивановиче интересного. Но, тем не менее, действительно, это вот был такой карман эффективности. Вот Сколково, еще раз повторю, тоже такой. Все время пытаются это делать. Вот в Ранхикс тоже такие были. Ранхикс тоже был. Линьон целиком. А вот и он? И он внутри Ранхикса был. Внутри Ранхикса был таким, пожалуй, был таким карманом эффективности. Те люди, которые внутри этого кармана находятся, они очень хорошо себя чувствуют. Потом, когда происходит страшный треск, и все это ломается, то они начинают спрашивать себя, что мы делали не так, правильно ли, что мы там внутри сидели, надо ли было, а что надо ли было, выходить наружу и, так сказать, быть раздавленным сразу. Или не входить внутрь и не пользоваться этими привилегированными условиями. Это непростые вопросы. Как всегда, опять же, когда речь идет о социальном, никаких однозначных ответов обычно не бывает. Можно сказать, что люди внутри пользуются, да, несправедливыми привилегиями. Можно сказать, что благодаря этим несправедливым привилегиям они за отпущенный им очень короткий исторический срок успевают насоздавать чего-то. И прежде всего, вот если речь идет о научных и учебных заведениях, то главное, что мы можем науспевать насоздавать, это студенты. Студенты, курсы, конечно, академические программы. Это воздействие на умы наших слушателей. Вот тут, конечно, когда оглядываешься назад, думаешь, что надо было все это делать. Вот сколько тебе отпущено... Сколько ты можешь сидеть в этом кармане эффективности? Сколько ты можешь находиться? И опять же, и что делать в этом кармане-то? Можно, конечно, просто зарплату получать домой идти. Но, опять же, к вопросу о привилегии. Что такое привилегия? Привилегия – это нечто, что тебе руки развязывает. У тебя больше возможностей, чем у тех, у кого нет привилегий. Дальше вопрос, как ты пользуешься этим. Для того, чтобы, как писал толстой в «Войне и мир» съесть два обеда? Или для того, чтобы успеть больше, чем другие успеют? Вот ощущение, я подозреваю, по крайней мере, может, мы за одним числом это приписываем. Но, мне кажется, оно было. У меня оно было. Ощущение, что говорите все, что можете. Вот сколько успеете, столько наговорите. Сколько успеете, столько напреподаете. Опять же, в гробу намолчимся. На кладбище отдохнем. Срок нам отпущен, не вечный. Это как-то ощущалось. Ну, я думаю, что все вот эти, так сказать, предгрызовые, предкатастрофические периоды, они освещены этим особым светом, и они потом вспоминаются, вот как там Белли Пок в предвоенной Европе. Люди как будто чувствуют, что завтра и послезавтра уже все, солнышко-то сядет. Поэтому пользуйся. Опять же, что значит пользуйся? Успевай там навеселиться, как стрекоза, лет красное пропеть? Нет, успевай сделать все, что можно. Как можно больше. Смена руководства Ранхикс, вынужденный уход Владимира Мао, арест провектора Синельникова, всемогущей такой фигуры внутри Ранхикс. Как вы оцениваете, это некоторый общий процесс смены руководства вузов перед войной, когда страна вступает в новый период, нужны другие руководители вузов, потому что нужны другие вузы, другие задачи и так далее, или это каждый раз индивидуальная история? С точки зрения, скажем так, политического процесса, вот если сейчас отойти на некоторое расстояние, забыть о том, что это все ко мне имело непосредственное отношение, то, глядя глазами политолога, могу сказать, что вот дело Мао было, пожалуй, единственным примером такой внутриэлитной репрессии, новой, которая началась после войны. Потому что, когда началась война, все вот эти вот внутренние разборки с преувеличением правоохранительных органов на высоком уровне прекратились. Завершались те дела, которые начались до войны, как там дело Магомедовых, дела Рашуковых, вот остался последний министр по делам открытого правительства. Абызов? Абызов, да, несчастный, сидит уже несколько лет в СИЗО, но тоже отмучится, надеемся, в смысле процессуальном. А новых не начиналось. Вот когда это случилось с МАУ, это случилось летом 22-го года, то это было такое первое дело. И надо сказать, что оно было довольно быстро свернуто. Дело было закрыто, Владимир Александрович уехал, должность свою поставил, и, соответственно, произошла смена на другого ректора. Можно сказать, что это, конечно, с какими-то излишними драматическими телодвижениями, но продолжение того процесса, который начался, на самом деле, с 20-го года. В течение 20-го, 21-го года десятки вузов по всей России сменили руководителя. Мы за этим процессом следили. Наиболее заметный случай был, конечно, с высшей школой экономики, но он был совсем-совсем не единственным. Не единственный. Моя туле родной, по технической университете, тоже прислали нового ректора, и таких, что я говорю, десятки. И, в общем, то, что до Академии тоже в очередь дойдет, было более-менее понятно. Владимир Александрович продержался дольше других, и тут можно задавать вопрос, не продержался ли он слишком долго, не надо ли было уходить сразу после войны и не подписывать это присловутое письмо. Там подпись его была мерцающая. Подписал, отозвал, подписал исполняющие обязанности, потом все-таки его дожали. Но это все... Кому это теперь объяснишь? Подписал, подписал. Подпись стоит, а ушел из должности позже. Но это, еще раз повторю, это уже такие индивидуально-биографические детали. Я Владимир Александровича люблю, поэтому мне хочется думать, что он все правильно сделал, и что так и надо было поступать. Но, опять же, от личностей абстрагируясь, понятно, что это должно было, это должно было случиться. Тут нет, тут мало индивидуального в этой истории. Вы теперь, в общем, с января 23-го года, вы профессор в Казахстане, в Казахстанском государственном юридическом университете. И, соответственно, вы поменяли студентов. То есть у вас сейчас другие студенты. Скажите мне такую вещь. Вы сталкиваетесь, думаете ли вы про тот ценностный поколенческий разрыв, который отмечают очень многие преподаватели в Европе, в США? Ощущали ли вы его, когда преподавали в России? Разрыв между кем и кем. Что студенты, вот нынешние студенты, с которыми мы имеем дело, просто в разных странах это немножко по-разному выглядит, и в разных странах это как бы описано в США, это, скажем, как-то очень ярко выглядит. И здесь вот Виктор Вахштайн любит на эту тему рассуждать, как это будет, значит, как в американских университетах это выглядит. Но поколенческий разрыв ценностный между тем, как студенты, которые учатся, это студенты с очень сильным уклоном в ливизну и в социализм, социально ориентированные. И, соответственно, а преподаватели, они как бы из другого поколения. И здесь возникает некоторый такой вот, некоторый конфликт. Ощущали ли вы это, когда это показывали... Причем этот поколенческий разрыв ценностный, он наблюдался в России, потому что опять проводились исследования, когда изучали социологи, социологи изучали студентов и даже школьников, и было видно, что с родителями очень сильно отличаются ориентации. Родители более такого, скажем так, либерально-капиталистического толка, и студенты, которые... лево-социалистического, вот школьники, студенты. Был ли это у вас в Ранхиксе? Что вы можете сказать про казахских студентов, в Казахстане? Как вы их видите? Насколько они отличаются от российских? Насколько они отличаются, опять-таки, вот поколенческие? Видите ли вы какую-то эту дистанцию? Ну, если опять говорить о том, что я имею в виду, вот типичный пример, который сейчас мы каждый день обсуждаем, это реакция западных студентов на палестинские события в Израиле. Все вопросы, которые показывают, они видны, что родители этих студентов, они скорее... То есть они очень осуждают действия Хамаса и считают их неоправданными. По всем опросам студенты огромный процент, там, больше, не знаю, почти под 80-70 считают, что действия Хамаса были оправданы. Вот поколенческий разрыв. Вот мы имеем дело с конкретным событием, по которым оценки поколений расходятся. Наверное, это не повернуло, жестко, скорее всего, казахских студентов, я подозреваю. Но, тем не менее, есть и другие такие. Это же там происходит в вопросах социальной справедливости, налогов и так далее. Такие же вещи можно наблюдать в вопросах семьи, оценки, child free и так далее. Что вы по этому поводу ощущаете, как преподаватель, который преподавал в России, преподаватель, который теперь преподает в Казахстане? Я понимаю, о чём вы говорите, хотя справедливости надо сказать, что те опросы, которые видела я, в частности, учащихся Гарбушевского университета, большинство поддерживает Израиль. То есть их сочувствие на стороне Израиля. Это, правда, не был опрос, считаете ли вы оправданными действия той или иной стороны, но вот то, что мне попадалось, выглядело так. Но я подозреваю, что в российских условиях, сейчас про Россию, этот поколенческий разрыв выглядит не так. Так, в условиях автократии основное разделение политическое проходит не по линии вы за высокие налоги или вы за низкие налоги. У нас не доходит до обсуждения таких вопросов. А оно проходит по линии одобрения или неодобрения, удушающей тирании. И в этом отношении у нас поколенческий разрыв наблюдается между поколением 55 плюс и всеми остальными. 20-летние и 40-летние имеют друг с другом гораздо больше общего, чем отличий. Поэтому вот в этих вопросах вы упомянули как-то через запятую отношение к социальной справедливости и отношение к семье, child-free и другому. А в этом отношении, насколько я понимаю, у поколения моих студентов, то есть 20-летних, и их родителей нет особенных различий. У них есть различия с их бабушками и дедушками. Наш водораздел по всем вопросам, от политических до семейных, отношения к ЛГБТ, которых тут у нас как раз объявили экстремистским движением всех сразу, отношения к гендерным ролям, мужчинам и женщинам, обязанностям в семье, нормами воспитания детей и так далее. 20 и 40 будут отвечать плюс-минус одно и то же. 55 плюс просто протекает огненная река, как в сказке, и по другую сторону этой огненной реки находится такое ощущение, что просто какие-то стада людоедов бродят. Может быть, остальные приличные люди старше 55 лет не так отвечают на опросы. И еще раз повторю, это касается любого типа опросов, от проявления политической лояльности до, вот, соответственно, скажем так, приятия или неприятия базовых гуманистических норм. Вот это, да, это водораздел, это различие. А то, что вы говорите, мне кажется, вообще мне трудно понять, насколько это специфическая американская штука. Может быть, это специфическая американская штука. Может быть, там они как-то, так сказать, морально убивают друг друга. По поводу этой линейки вопросов нам до этого еще чрезвычайно далеко. А если спрашивать людей, например, о свободе собраний, что они об этом думают, то еще раз повторю, мои студенты, их родители думают примерно то же самое. А вот добрые бабушки с дедушками думают такое, что просто хочется развидеть это. Но исследователь так не должен себя вести. Я преподаю... Специфика казахских студентов. Значит, я преподаю с 13-го года. Вот сейчас будет 10 лет. Собственно, было в сентябре. Прежде всего, я должна сказать, как я счастлива и признательна Казахстану за то, что у меня вообще сейчас есть студенты. Мои все русские преподавания закончились в апреле 22-го года и довольно быстро выяснил, что очень хочется как-то вернуть этот вид деятельности. Вообще, когда вы лишаетесь всего сразу, то это помогает выстраиванию приоритетов. Много узнаешь о себе важного. То есть выясняется, без каких вещей, в принципе, можно обойтись. Какие были, может, они особенно нужны, и бог бы с ними, а какие прям нужны-нужны. Вот среди прочих совершенно необходимых вещей выяснилось преподавание. Впрочем, об этом можно было мне догадаться и пораньше. Поэтому, слава богу и спасибо университету Нарикбаева, что я вот полечу скоро в Казахстан, и там не просто увижу студентов в окошках зума, как до этого, а даже и живьем, так сказать, в так называемом оффлайне. Есть ли различия? Вы знаете, я преподаю по-русски. В университете преподавание идет по-русски, по-английски и на казахском языке. Вот мои курсы по-русски, хотя был у меня один маленький тоже занятие с магистрами и по-английски тоже. Я бы сказала, что пока, ну вот опыт мой невелик, он два, включает, значит, вот два семестра, пока я вижу больше сходства, чем различий. Потому что точно так же приблизительно распределяется группа, там сколько сильных студентов, ну или тех, кто заинтересован, сколько тех, кто просто выполняет задания, сколько тех, кто не вырубается. Все это более-менее так, как и мне привычно. Есть очень сильные студенты, прям вот прекрасные совершенно. Хватай и беги, как в мультфильме про Фунтика, прям вот хочется куда-нибудь их сразу трудоустроить. Но они и без меня еще лучше трудоустроятся. Есть, конечно, интересная для меня особенность работы с людьми, для которых русский язык является привычным бытовым языком, но не родным. Я как-то забываю об этом, потому что они так все хорошо говорят по-русски, но когда, например, читаешь то, что люди пишут, или вот более пристально с ними разговариваешь уже на экзамене, понимаешь, что все-таки это русскоязычные, но не native speakers, как это называется, это тоже надо, что называется, иметь в виду. И, кроме того, конечно, это люди, живущие в другой информационной повестке. И это очень поучительно, но это поучительно было для меня вообще с начала моих близких контактов с Казахстаном, потому что, ну, вот полетишь туда, на восток, и там немножко другая, так сказать, новостное меню, иное. А именно? Ну, скажем так, многое из того, что происходит в Европе, там не видно и не очень понятно. Очень много места занимает Китай. Очень сложное к нему отношение. Смесь самых разнообразных чувств и опасения, и неприязни, и подражания в чем-то. Но вот это вот большое присутствие, оно вот прям ощущается много в чем. Большую, скажем так, больше значения имеет ислам и все, что с ним связано, чем мы привыкли, так сказать, думать, исходя из своих европейских ориентаций. Хотя вот сейчас, может быть, мы тоже осознаем, что это значимый политический фактор, скажем так. Но в целом Казахстан, конечно, с Россией связан довольно значительно. И вот тут информационное пространство во многом пересекается. Но, естественно, для любой страны приоритетом является то, что в ней внутри происходит. Я как-то стараюсь за этим происходящим следить из профессиональных соображений, уже теперь из сердечного интереса. Не могу сказать, что прям все понимаю. И уж тем более точно не все знаю, что там происходит, но следить стараюсь. Поэтому тут я, как мне кажется, более-менее понимаю, что мне же нужно пример приводить, отдавать задания студентам на каком-то материале, который им близок, а не является для них абстрактным, малопонятным. Я вообще, когда в России преподавала, то значительная часть моих курсов это был законотворческий процесс. А там много таких технических вещей. Там работа с думской базой, карточки законопроекта, чтение этой информации, понимание ее и так далее. Я это все страшно любила, продолжаю любить. Но вот это рассказывать в Казахстане как-то не особо актуально. Ну и вообще я преподаю такое введение в политологию, такой вот курс базовый, не очень длинный, поэтому не очень подробный, но вот именно введение. Так что я его, конечно, перестроила, ну я вообще заново напридумывала, и построила его, постаралась построить его таким образом, чтобы людям было вообще понятно, про что это. Не только в Казахстан поехали наши преподаватели и ученые после начала войны в Украине. Вообще республики, бывшие республики СССР в Средней Азии, это и Узбекистан, и Кыргызстан, они приняли у себя там какое-то количество специалистов. Поразительно, что такое было один раз, столько в истории нашего высшего образования, это во время Великой Отечественной войны, когда в Узе азиатские, в этом смысле, изменился их ландшафт и уровень. Сейчас такое тоже произошло. Но вначале это было как бы спонтанно, потому что люди ехали туда, где принимали, где коллеги их знали, где был русский язык, куда можно было с русским языком сразу быстро ткнуться. Сейчас это происходит уже на уровне, и на государственной политике. Я тут даже вот процитирую недавнее высказывание ректора Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде Александра Фёдоров. Он просто прямо сказал своим студентам, а надо сказать, что в предыдущие годы, это я просто знаю, у федерального университета имени Канта, у Балтийского было много программ с Западной Европой, с университетами западноевропейскими, обмена, совместных проектов. А тут он им чётко объяснил, что изменения системы выезда студентов на обучение, на стажировки за границу, они произошли драматически. Как было раньше, больше не будет никогда. Часть направлений закрыта для нас навсегда. С другой стороны, новые партнёры это новые возможности. Мы активно открываем свои представительства, присмотритесь, сказал он своим студентам, к Узбекистану. В стране очень высокий уровень вузов. Вскоре наше новое представительство откроется и в Индии. В этом заявлении я бы хотела, чтобы вы прокомментировали две мысли по поводу того, что никогда, то есть оставь надежду всяк сюда входящий. И, во-первых, надолго, а во-вторых, просто пересмотрите свои приоритеты и переориентируйтесь на восток. Насколько это, на ваш взгляд, насколько ректор в этих своих прогнозах разумен, точен, прав ли он? Согласны ли вы с ним? Ну, насчёт оставить надежду навсегда, давайте вспомним, где была эта надпись. Она над вратами ада. По эту сторону бытия у нас ничего навсегда никогда не бывает. В социальном пространстве так и тем более. Ничего не навсегда. Одни люди умирают, другие родятся, поколения сменяются, и сегодняшние непременности исчезают, растворяются без следа. Всегда Германия и Франция вывалят друг с другом. Ну, всегда. Естественный антагонизм, понимаете ли, историческая клея, менталитет. Всё указывало на то, что вот французы и немцы как-то особенно друг друга ненавидят. Но что-то передумали, занялись другим. Так что эту часть мы милосердно опустим. Что касается второй практической. Конечно, с точки зрения прикладной, ректор даёт вполне валидный совет. Ну, вот чем, так сказать, стремиться туда, куда не попасть, давайте лучше посмотрим, нет ли каких новых возможностей. Да, за неимением Ербова и пишем на простой. Да, значит, вот кошка даже лучше куницы. Ну, хорошо, замечательно. Но он тут немножко путает своё положение с положением своих студентов. Институциональное сотрудничество, как мы сказали, на период войны и нынешнего российского режима действительно приостановлено. И не восстановится, пока одно не закончится, и другое тоже не закончится или не поменяется. Но студенты отдельные отлично могут поехать в Европу и в Соединённые Штаты. Эти пути не закрыты. Поэтому, пожалуйста, если у вашего ректора, так сказать, жизнь его пожилая закончилась, не знаю, сколько ему лет, то не надо, пожалуйста, вместе с ним сходить в могилку. Пусть он в свою могилку ходит индивидуальным порядком. А вы подумайте, пожалуйста, о себе. То есть вы хотите сказать, что если у ректора возможность сотрудничества с Индией и Узбекистаном, то это не значит, что у конкретного студента маршрут только какой. Конечно, конечно. Закончив бакалавриат, пока ещё у нас сохранился бакалавриат, вполне можно посмотреть возможности магистратуры в той стране, которая вам будет ближе и интереснее, чем Индия или Узбекистан. Хотя ни в Индии, ни в Узбекистане нет, наверное, ничего дурного. Я просто хуже знаю их вузовскую и научную систему. Не надо давать задурить себе голову вот этими разговорами о том, что, боже, всё кончено. Вот для начальства всё кончено. Но они себе сами сделали такой выбор. Вот пусть они в этой конченности дальше и пребывают. А вы, дорогие студенты и преподаватели, думайте о себе. Обратите внимание, кстати, что выход из баллонской системы был одним из первых шагов, которые я российская власть предприняла после начала войны. То есть ещё ничего не успело, так сказать, башмаков не износили, вот, в которых шли на Киев, а уже быстро-быстро отменили именно баллонскую систему. Почему? Как мне кажется, аккуратно скажу, для того, чтобы затруднить студентам выезд. Беспокойство по поводу отъездов очень большое, очень большое. И оно тем более видно, чем чаще мы слышим разговоры, что и бог бы с вами, меньше народ, больше кислорода и прочее утешение для тех, кому не повезло. Это всё самоуспокоительные такие, так сказать, частушки, они себе сами и поют. Вот пусть этим утешаются. Конечно, страшно и неприятно, почему от нас разбежалась вся молодёжь, почему нас никто не любит. Поэтому надежда на следующее поколение тех, кто сейчас в школе, на то, что их удастся развратить разговорами о важном и всяким милитаризмом и приведением в школу страшно обаятельных преподавателей, прошедших школу СВО, и вот они уже точно никуда не денутся к тому времени. Предполагается, когда они станут уже студентами, изоляция будет такой, что им и, так сказать, мыслей не возникнет о том, чтобы куда-то уехать. Я думаю, что ничего из этого особенного не выйдет, но намерение такое есть, и шаги, так сказать, которые мы видим, они направлены именно на это, в этом смысле. Вот это как раз называется рациональное действие. Оно, так сказать, чудовищно, но оно абсолютно рационально, последовательно и даже, можно сказать, системно. Поэтому, так сказать, задача каждого не дать сделать себя жертвой вот этой вот государственной политики. Роль Китая в современной академической, вузовской и научной системе, она просто вот стремительно растет там за последние десятилетия, заметно. В некоторых областях Китай становится где-то в научных уже номер один, уже даже Афганина. Это некоторые части, связанные с биологией, некоторые виды биотехнологии, некоторые виды связанные с... Вот в Ухане, например, какая передовая лаборатория. Буквально мировые лица. Да, например, там, где решают о биологии, там, где решают в некоторых областях физики, там, где есть специальные такие вложения какие-то. Как вы оцениваете его в этом смысле стратегическому потенциалу? То есть на самом деле, учитывая то, что происходит в Китае, может быть, это и правильно развернуться на восток, может быть, оно и правильно. То есть одно дело, когда тебе предлагают посмотреть на какую-нибудь страну, где вузы, ну, недостаточно еще, да, пока хороши и нет еще в мировых рейтингах, а другое дело, когда тебе говорят, а ты развернись в ту сторону, где вообще-то уже там Шанхайский университет прекрасен, и много прекрасных университетов, много прекрасных возможностей. Что вы об этом думаете с точки зрения выживания российской науки, с точки зрения развития российских студентов? Может быть, и правда ехать туда, где не запрещено, но где есть развитие? По неволе приходится ехать туда, куда можно, если в другую сторону ехать нельзя. Это все понятно. Я очень мало знаю, совершенно недостаточно знаю о китайской науке и китайском образовании, чтобы об этом рассуждать. Но на такой, я бы сказала, поверхностно-обывательский взгляд могу заметить, что объем это еще не новаторство. Когда дело доходит до дела, типа кто сделает вакцину от ковида, а не просто распространит этот ковид по лицу земли, то как-то выясняется, что это все-таки происходит в Европе, в Соединенных Штатах и даже в России. Это происходит, но не в Китае. Нет, китайцы тоже сделали вакцину. Они тоже сделали вакцину, но не, скажем так, новаторами и первопроходцами. А как-то оказались не они. А вообще насчет... Да и мир спасался в основном не китайской вакциной. Да. А насчет мировых лидерств, я бы тут, опять же, переходя все-таки на более понятную для меня политическую платформу, я бы тут была поаккуратнее. Вот в таком нелюбимом мною его политическом смысле мировой лидер или как иногда выражается государство-гегемон, оно, в общем, характеризуется тем, что туда устремляется мировой финансовый капитал. То есть, грубо говоря, люди бегут туда вкладывать деньги из предыдущего места забирают и относят вот в это новое место. И одновременно с этим или сразу после этого начинается вот как раз лидерство в целом ряде областей, в науке, в массовой культуре, в предложении миру каких-то образцов жизни, которым все хотят следовать. Вот такие вещи, они маркируют очередного лидера. Да, мы можем рассматривать мировую историю как вот такую сменяющуюся гонку этих государств, которые являются образцами. У них мощная армия, они богаты, и они богаты в том числе и чужими деньгами. Мы на них ориентируемся и у них заимствуем. Вот. И они дают нам модели, как от того там, как одеваться, до того, чего кушать. Кстати говоря, вот экспансия с едой, она в этом смысле у китайской кухни лучше происходит, чем много чего другого. А это важно. Это вот из всех форм софт-пауэра, кулинарное, так сказать, завоевание умов и желудков, и сердец через желудки, это важное дело. Россия тоже могла бы это делать, если бы у нас руководство было бы нормальное, а не вот это вот. Поэтому пока смены мирового гегемона мы не наблюдаем, несмотря на то, что нам об этом пишет Николай Платоныч Патрушев в своих многочисленных выступлениях. А также другие его последователи тоже не отстают. Из этого не следует, что этого не произойдет. Из этого следует, что это пока никак не произошло, и каких-то признаков того, что это случится прямо завтра, я вот что-то пока не нащупываю. Более того, опять же говоря, исключительно со своей политологической колокольни. Вот те политические изменения, которые наблюдаются в Китае, а именно слом системы ограничений на количество сроков, которые занимает перволицов в Коммунистической партии Китая, это скорее признак, знакомый нам, авторитарной такой инкапсуляции, авторитарного окукливания. Так поступает система, которая не развивается, которая стремится к сохранению, а не к развитию. За этим редко следует период какого-то особенно эффективного управления. Понимаете, для того, чтобы в лидеры выбиться и спихнуть предыдущего, мало власть удержать у себя внутри. Надо все-таки еще как-то развиваться. Нужно предложить миру, еще раз повторю, какую-то идею и какой-то набор образцов привлекательных для людей. Этого пока не видать. Демографическая ситуация в Китае, точнее, демографическая динамика в Китае нерадужная. У них произошло то, что у всех произошло, второй демографический переход, но они, как любая автократия, когда они этим занимались, они еще были тоталитарным, скорее, режимом, они добавили. То есть вот эта своя политика ограничения рождаемости, они ускорили тот процесс, который случился бы у них и без таких жертв, без такого чудовищного насилия. Но тоталитарные режимы всегда организуют восход солнца вручную. Это прям их родовое свойство такое. Молодежи у них мало и больше не становится. У них происходит старение. Более того, я бы сказала, тут я немножко захожу на чужую почву, но мне так кажется издалека, что основной свой ресурс экономического роста, а именно дешевый крестьянский труд, они уже под исчерпали. А дальше, опять же, возвращаясь, быстро возвращаясь на политологическую площадочку, дальше наступает тот момент, который переживает любая недемократическая система. А именно, вы при автократии можете развиваться какое-то время довольно быстро, потому что вы можете концентрировать ресурсы и быстро принимать решения. В отличие от демократии, которые вечно, значит, там жуют свои собственные шнурки и все обсуждают публично, у них все долго и неряшливо. А у вас, значит, все выстроились в вертикаль и бегут. Поэтому у вас, может быть, вот быстрый рост. Но когда у вас этот быстрый рост какое-то время произошел, происходил, то вы упираетесь вот в этот роковой потолок. Когда у вас наросло городское население, занятое не в промышленности и не в сельском хозяйстве, а в коммуникациях, сервисе, в науке, в инновациях, и дальше это ваше городское население начинает требовать себе другого отношения. То есть они хотят иную политическую систему. То же самое с экономического боку называется ловушкой среднего дохода. Вот допрыгали до потолка, а дальше? А дальше вы становитесь перед развилочкой. Либо вы меняетесь в ответ на этот запрос, чтобы у вас рост продолжался. Вы говорите, ладно, я вам, паразитам, хоть я вас не люблю, но я вам дам, что вам там надо, чтобы вы себе там выбирали кого-нибудь, чтобы вы могли там свои песни петь, волк скрасить в разный цвет, жениться в любых сочетаниях. А вы мне за это еще наработаете, вы мне за это еще что-нибудь откроете, вы мне за это что-нибудь нарисуете, споете, спляшете, и мой рост продолжится. Либо вы говорите, нет, не нужен мне рост такой ценой. Мы сейчас будем заниматься архаизацией. Никто не говорит этого напрямую, но делают ровно это. Мы сдадим назад, мы этот слой срежем. Дальше, в зависимости от степени своей, так сказать, свирепости, вы либо вбиваете их физически, либо вы выгоняете их, как делает Россия. И дальше вы отступаете на шаг назад. Роста у вас не будет никакого, но вы сохраняете власть. Россия сделала свой выбор такого рода в 2012 году. Вот мы тогда доросли до политических изменений, и эти политические изменения были искусственно заморожены за счет, во-первых, репрессий, во-вторых, симуляции народного единства через Крым, который был воспринят гражданами как подарок. Вот в отличие от, так сказать, несуществующего, так называемого, донбасского консенсуса, крымский консенсус существовал и целых три года просуществовал. Китай дошел до того же самого. Вот их сейчас меры, опять же, из того, что я вижу, по контролю над, кстати, сферы образования, онлайн, всякого репетиторства, и то, что они сделали с Джеком Ма, своим, и не только с ним одним, в общем, говорит о том, что эта автократия тоже, в общем, делает выбор в пользу сохранения власти, а не продолжения роста. Это всем хороший выбор. Опять же, современная медицина творит чудеса. Править можно очень долго. Но! Есть одно но. Никаким мировым лидерам ты таким методом не сделаешься. Вообще-то, это на самом деле страшный прогноз, потому что мы знаем, как дальше действуют мировые лидеры, которые хотят остановить время. Есть такое дело. Есть такое дело. Это возвращает нас к самому началу нашего разговора о прогностической способности. Это, да, и тематически это опять нас возвращает к тому, что количество воин, возможно, будет нарастать, и количество людей. Количество войн не будет нарастать. Но, возможно, эта война не последняя в истории человечества. Давайте такой аккуратный прогноз сделаем. Вот эти вот войны пока еще не завершающие. Конца истории не предвидится. На это мы закончим. Спасибо. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова